добрый день дорогие друзья мир вашем доме рада вас видеть на нашем канале сегодня мы печем баранина и фаршируем с бараньем фаршем овощи для это надо фольга вот такая лопаточный часто вот такой здесь идет то мясо разделывает знает вот здесь идет такая лопатка ну такая коз плоский и удалил вот теперь сюда у меня есть корейки вот такие отличные корейки вот она зачищена молоденько вот она дальше что я дам для это прекрасным баранина я дам тут нельзя все все подряд как из спецеств он не пойдет сюда даю очень мало количество очень мало количество кориандр зерна перемолоты так немножечко и пара 3 зерна так зира много не надо а то у вас будет сильно забита вкус баран должен сохранить его естественно своим вкусом и чуть-чуть вот такая паприка очень малое количество все достаточно наши спецеств достаточно она почищены все пленку убраны солим солим обычной кухонной соль хорошенько есть даю чуть-чуть масла вот так маслице даем вот начинай его хорошенько баран напеченный она сам по себе очень вкусно вот его весь 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 его секрет вот в этом тут нельзя много разных специх растений давать в его просто его вкус удалит и и получится у вас сильный специям по этими капли зародал немножко кориандр соль и капли красного молота перец закрываем аккуратненько закрываем мне друзья мои гости моей как приходит они все это блюдо любит нравится всем это блюдо очень простая и очень вкусный я вам уверяю если вы попробуете один раз и потом вы скажете да действительно это такая хорошенько заворачиваем на час двадцать минут наше мясо идет духовку температура хорошенько нагрел теперь устанавливаю 180 градусов и нормальная температура это баранье чтобы не высохла или там не не сильно был от самый подходящий 180 градусов на час двадцать на полтора часа сейчас начинается самый интересный как я буду его фаршировать чах срезаю вот это не нужна часть с этом что я хочу я хочу обжаривать вверх разрежу здесь каждого так до половины середины 2 и 3 2 достаточно немножечко тут много не надо так капли масла и его буду обжаривать легкий легкий обжарка не до середины только чтобы чуть-чуть вверх обжарился вот что мне нужно я баранина прокрутил час баранина от лопатку и сейчас буду наши фарш прожаривать буду обжаривать обязательно почему потому что я хочу да когда печень и да мои овощи сохранились такие же целеньким вкусненькими не развален да для это что надо надо что начинка был обжаренный это уже проверено мы ничего не потеряем мы его насухо не жарим лучок и мясо поджарим и начиняем потом наши овощи вот лишь марат капли капли надо вот так вот так одна сторона другой стороны мягкий обжарена будет играет роль когда вот так чуть-чуть обжариваешь тогда ты поймешь большой роль играет не просто так конечно еще холодновато пара дней назад снег был неожиданно такой для барана фарша обязательно надо дорогие друзья пара 3 чеснок обязательно надо он даст ему хороший вкус хороший вкус дает вот так по маленькому по маленькому начинаем мы его готовить на это блюдо вам уходит немало не много три часа стоит такой вкус ну единственное что такое да что-то чуть-чуть время больше чем обычно берет вот когда вы слегка обжаривать свои баклажанчики 4 много не надо чеснок тоже есть меры а то насыпаем много он может баранина вкус чересчур когда много тоже он испортить его вот он видишь как все мягкий стал обжарить обжарить на бока вот теперь что надо пропарить сейчас его легко две минуты пропарить все посолю посолю вот она я легко обжарить сейчас две минуточка мягкий еще пара минуточка остужая его в этом самом сковородке баклажаны я уже обжарил убрал теперь надо мне лучок с фаршем режем обычный как вам удобно вот пошла лучок вот так вот сейчас чуть-чуть поджарим даем сюда наши фарш фарш и потом вот у меня уже есть рысь рысья кипятком залил он постоял вот видите набухло и он идет до фарша начинки жарим до румяночка маловато да еще капля оливчика оливчик тоже много не надо но лук чтобы не сгорел у меня вот цибулечка у нас дошел цибули нельзя сильно пережаривать вот таким лишним выпустили даю мясо свежего фарша коснулся туда вот переворачиваю я чувствую но это кто знает кто ну допустим с баранией часто работал да есть каждый мясо есть свой вкус свой запах свой аромат конечно баранина отличается вы можете заменить вы можете заменить если вы желаете делайте с говядина делайте с птицу это по ваше желание но в моем случае баранина только соль даю соль спец пока я не даю посолю нашу барашку главное чтобы не пересушить его главное чтобы не пересушить его когда у вас фаршированные овощи будут сочные вкуснейше будет чем просто варене начинка 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 заправиться не развалится он остается целеньким если мы сырые фарш дадим пока баклажаны все это готовится внутрь готовится да а наши овощи может развалиться переварить перетушить можно поэтому я обжариваю так открываю так открываю ложку уже маленькой ложечка вот мы да конечно когда летом огороды растет спелый не как вот этот тепличные помидоры ну тогда будет совсем другой вкус даю сейчас сюда немножко томатной пасты ложка ой ой паприка обычной сладкой паприки мне тут ложка ложка паприка берем наш чесночка так как все повара вдавливаем все наш чеснок готовы тоже идет до мяса все его дальше не стоит сухой будет дорогие друзья даем ему охладиться ставлю сюда дальше нам что нужно теперь нам нужно начинки до него добавить что за петрушечка немножко кинза укропчик такой смесь даем базилик кориандр зира и немножко черный перец вот весь что нужно вот это спеть то что нужно сейчас я фарш еще подсолил это соль попробуй как если мало будет добавлю цветной капуста вот так отделяешь вот так и слегка и туда она же приварена легко и вниз она ничего не рассыпаться так и держится все наши капуста готовы далее идем помидоры так добр надо и вставляем так хорошенько что плотненько был чтобы все это так лично убираем и так как пахнет уже уже таким овощами таким фаршем так еще один перец так плотно забили его и вставляем таким образом марки потихонечко начинаем его заполнять от души все это сюда вот еще один вот берем наш баклажан видите как и потихонечку так здесь надо помнуть внутри вот так вот у нас кармашка какой берем это кармашка хорошенько хорошенько вот так плотно плотно вот у меня она не рассыпаться все запечется вот так вот так это все можно на природа на мангал на решетка на гриль можно готов а можно еще дома вот так готовить дома тоже неплохо чем в это получается как летом скоро пойдем на природа все это будет как всегда и так и вот наши марки от помидора начинки а сюда его вот так залью просто вот сюда больше ничего не надо не накрывать они начинки готовы только мы запечем сам овощи это у нас полуваренные капуста цветной между слоями фарш той самой фарш баклажаны видите той самой обжарил начинил вот видишь какая красота картина маслом вот она прекрасная мозаичка вот все прошло час двадцать может мозаика готова и достаем наши баранина как пах опа идет овощи берем и отправляем температура той самой вот она так откроем его будем слегка гриловать его еще вот наш араб и маслечко чуть-чуть наши корейка лопаточка готовы час двадцать дальше не надо так мажем и будем еще гриловать его сейчас пока наши овощи будут готовы он еще будет запечь с открытым теперь вот так еще чуть-чуть веточка сучен розмарина сюда чуть-чуть и сюда чуть-чуть и сюда вот так чтобы аромат у меня был все он идет назад идет опять же духовку и это тоже сюда вот она уже пошла на прямом вот друзья отправили мы фаршированные овощи баранина мы раскрыли смазали мы его и ставили еще чуть-чуть вверх гриловаться но у меня есть пара минуты хочу рекомендовать вам канал браты чебурашкини это ребята да они своим умом свой талантом своим позитивным энергием я их приветствую они ездят смотрят общаются вот они были недавно в гостях Андрей матюхин он участвовал в международных соревнованиях он призовые местах занимал у него есть ресторан вот там самая главная ценная информация с первого уста это братья чебурашкины каждый выпуск они разыгрывают разные призы кто желает пожалуйста подпишитесь на их канал посмотрите там есть очень много позитивных хорошего энергии вы его посмотрите потом вы скажете дорогие друзья переходите по ссылке которая находится под нашим видео пожалуйста блюдо готово в ресторане всегда это это гость это твой дом и к тебе приходят в гости у нас есть комплимент утренний испеченный хлеб теряем в месяц около 300 тысяч наедается твоим хлебом он меньше съест потом я об этом не думаю это неправильно если ты не руководишь кухней кухня руководит тобой все могут готовить по рецепту но никто не может руководить рестораном почему ты поставил все на карту чистой воды авантюра у меня просто выхода не было и я знал что все неправильно вернулся продал машину на последние 40 тысяч поехал на первые соревнования кулинарные чтобы определиться шеф или не шеф скажем так для меня это было отправной точкой вот марк джан друзья прошел 25 минут уже готовы достаю у как пахнет наше мяско готовы смотри смотри марио как она запекла можно освежить чуть-чуть уже гости вот-вот подходы начинаем сейчас кушать мясо у нас с первым жарили потом мы наш варжар упаковали это тоже слегка варили потом чили ой как запеклось беру наш корейку вот они видишь как наш раб сразу его такой цвет дал он впитывался вот вот какая сочная горячая вот наверно аромат его марк на попробует на 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 сыпать зелень 1 апреля никому не верну мне вер вот тебе 1 апрель я сказал как в тандыр будет вот она прекрасно мясо еда не только что вкус всего еще внешне тоже много марк ролл играет мощный сочный красивый молоденько барашка как он оказался не тандыра духовка все равно получился как в тандыре на этом что я могу сказать друзья желаю вам крепкого здоровья хорошего настроения приятного аппетита будь ты крепкий